Привет, друзья! Сейчас вам кое-что покажу. Забрался я на одну высокую точку Банска, с которой видно все-все-все-все-все. Вот такие виды тут открываются. А, дятел. Не знаю, слышно было. Птички поют. Тут видок ничего. Вот, кстати, недавно достроили старый недострой. Видимо, будет отель. Красиво сделали. Вот он наш Банска. Друзья, спасибо, что, несмотря на то, что я редко выхожу на канал, вы все еще со мной, вы меня не потеряли. Просто сейчас время активной работы, поэтому для выхода в эфир, скажем, и записи видео на канал не так уж много времени. Гораздо-гораздо меньше, чем хотелось бы. И когда у меня бывают такие моменты свободного времени, я стараюсь реально отдыхать. И даже нет иногда энтузиазма снять какое-то видео для канала. Хотя есть желание, но сил не остается. Для многих людей я по-прежнему остался Миша Банска или, как меня называют, блогер, что меня всегда веселит, потому что блогеры сегодня это, по сути, профессия отдельная. Какой я блогер? Да, я так. Хобби у меня на YouTube. Но на самом деле сейчас у меня свое небольшое агентство недвижимости в Банске. Я занимаюсь профессионально уже недвижимостью. И я очень, кто знает меня лично, вот знает, что я очень много лет открещивался от этого, не хотел этим заниматься. Не знаю почему как-то, но в итоге жизнь все равно меня к этому привела. Вот. Поэтому сейчас я этим занимаюсь недавнего времени уже профессионально, официально и так далее. Вот. Поэтому загрузка такая серьезная идет. И когда у меня есть какая-то возможность, я стараюсь с семьей куда-то вырваться, уехать. При этом все равно всегда на связи, кто со мной работает. Клиент, которые ко мне обращаются, знает, что я там и выходные отвечаю, и часто поздным вечером, и ночью иногда, да, почти всегда на связи. И сам в этом, отчасти, виноват, потому что вызывает это все, конечно, перегруз и некое эмоциональное выгорание. И нужно поэтому отдыхать и иногда куда-то уезжать. Почти всегда мы едем в Грецию, потому что близко, приятно, и какие-то новые места для себя там открываем. И вот недавно ездили в Катерине такое место, открыли для себя новое. Вот нам очень понравилось. Там Катерине и его пляжный как бы район или такой мини-городок, там соседний уже пляжный курортик Паралия. Вот, очень нам понравилось. Кто не был, рекомендую съездить. Это не так далеко от Банска, ближе, чем Халкидики. Быстрее можно доехать, чем до курортов Халкидика. Вот, в общем, понравилось нам там. Поэтому я буду, кстати, вставлять сейчас в этом видео кадры какие-то из Катерине, из Паралия. Оттуда там хороший парк, приятный городок. Паралия. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, ну и конечно поздравляю с большим опозданием, но все-таки я должен это сделать. Поздравляю с вхождением Болгарии в Шенгенскую зону. Я думаю, что для большинства из нас, из вас это хорошая новость, хотя есть люди, которые не очень довольны, в основном местные жители Болгары, у них свои доводы, свои аргументы я их понимаю, принимаю, хотя я не совсем с ними согласен, вот, потому что лично я считаю, что вхождение в Шенгенскую зону, хотя мало что изменило, в жизни самих болгар, но вообще, в принципе, с точки зрения инвестиционной привлекательности, там, всяких логистических моментов, экономических, это все-таки большой плюс, и я считаю, что это хорошая новость. Ну а тех людей, у которых по паспорту нет возможности ездить в Шенгенскую зону, но есть ВНЖ или ПМЖ Болгарии, это просто отличная новость, потому что шенгенская виза нам больше не нужна. Это очень приятно. Вот, поэтому я считаю, что это отличная новость, и несмотря на то, что многие в этого не верили, я в это верил, я этого ждал, и все-таки это случилось. Ура! Если вы помните, друзья, недавно я выкладывал видео на канал про мошенников с недвижимостью в Болгарии. Оно совсем недолго провисело на канале, мне пришлось его удалить. Удалить его пришлось, чтобы, скажем так, не навредить непричастным людям, потому что в видео я назвал имя, фамилию подозреваемого человека, вот, и оказалось, что, ну, понятно, у этого человека есть тезки, а так как фамилия запоминающаяся, звучная такая, и со мной связалась даже женщина, которая сказала, что некоторые ее знакомые подумали на нее с таким же именем, фамилией. Мы с ней пообщались, разобрались, и после этого я принял решение, что правильнее будет видео удалить совсем. Вот, что было, значит, в том видео, я вам скажу кратко суть, как бы, да, в чем суть этих мошенников с недвижимостью в Болгарии, и в том числе это задевало и Банска, и недавно видел очередной снова случай, писал об этом в своем телеграм-канале, если вдруг вы не подписаны в телеграм, на мой телеграм-канал, подпишитесь, я оставлю ссылку в описании, там я и объекты с недвижимостью выкладываю какие-то, которые у меня есть, не все, опять же, но кое-что, ну, и в целом иногда какие-то интересные новости, размещаю там опросы и прочее. Так вот, как действовать, я, может быть, и действую сейчас, не знаю, мошенники с недвижимостью, сначала они под видом клиентов собирают информацию от реальных агентств недвижимости о тех или иных квартирах, стараются выбирать такие привлекательные объекты, симпатичные, интересные, вот, собирают информацию, получают видео, фотографии, документы, и после этого, когда они набирают вот эти необходимые материалы, фото, видео, документы, информацию по квартире, они выставляют уже какое-то свое объявление на каких-то других там сайтах объявлений, причем задействуют часто сайты объявлений израильские, российские, то есть там, где есть потенциальные клиенты. И ставят цену нереальную, то есть квартира реальная, она, правда, продается или продавалась, вот, а цены нереальные. Цена ставится в два-три раза ниже. Естественно, есть люди, которые привлекаются на это, ведутся на это, особенно, которые не разбираются в рынке, не разбираются в реальных ценах, вот, им кажется, что им повезло, и многие готовы отправить депозит, и есть пострадавшие, кто отправили не только депозит, а и большую часть оплаты, или даже чуть-чуть неполную, ну, в общем, существенные суммы денег, вот. И я говорил о том, что нужно быть разборчивее в контактах, потому что эти мошенники, они действуют достаточно, хоть эта схема развода, она очень простая, то есть эти мошенники не общаются с продавцом, не знают, кто продавец, продавец не знает их, продавец не знает, что они якобы продают его квартиру, то есть реальные собственные квартиры, вот, они просто используют эти материалы, этот объект, эти фотографии для привлечения жертв своих, вот. И как они втираются в доверие, они подделывают документы, подделывают адвокатское удостоверение, представляются адвокатом болгарским, то есть у них есть счет в Болгарии, есть там телефоны разные болгарские, причем разные все время, вот. Вот. И где они физически находятся, те люди, неизвестно, но смысл такой. И я говорил о том, что если вам предлагается отправить деньги, депозиты или что-то еще на банковский, якобы адвокатский счет, и вам даже показывают вот фотографии адвокатского удостоверения, не им поленитесь проверить этого адвоката по публичному регистру адвокатскому, да, то есть можно любого адвоката там найти. Если адвокат реальный, значит, вы более-менее в безопасности. Если адвокат, как бы, такого вы не находите в регистре, ну, значит, велика вероятность, что это мошенники действуют. Вот и все. Но должен заметить, что это не только Болгарии касается. Такие же мошеннические объявления есть и по Турции, и по турецкой недвижимости, там люди даже в комментариях успели написать у меня. И сам я видел и по Таиланду, и всякие Бали, там, и другие направления, Европа, и другие страны. То есть это не только Болгарии касается, друзья. И я думаю, что для того, чтобы размещать такие мошеннические объявления о продаже недвижимости, заниматься этим мошенничеством, даже не нужно находиться в этой стране. То есть, по сути, открыли счет, зарегистрировали несколько там сим-карт, телефонов, и где они там, неизвестно. Поэтому, друзья, будьте аккуратнее, чтобы не потерять ваши деньги. Вот об этом было видео. Будьте разборчивы о своих контактах. Будьте внимательнее. Если что-то подозреваете, лучше приехать лично в Банско или там куда-то в Болгарию, на Варну там и так далее, где они там орудовали. Приехать лично, встретиться с людьми, посмотреть документы там и так далее, и уже потом уже принимать решение. Ну ладно, а теперь, скажем так, к другим новостям, да, как говорится. Со 2 мая сделки по продаже недвижимости в Болгарии стали более сложными для продавцов. Для покупателей это никак не отразится. А вот продавцам, помимо, скажем так, традиционного пакета документов на продажу квартиры, нужно еще заполнять декларации нового вида. И теперь продавцы проверяются на любые задолженности вообще. То есть, если раньше там в основном по квартире проверялась, да, недвижка на всякие задолжения, те жести, что называется и так далее, то сейчас проверяется сам продавец именно уже, да, как физическое или как юридическое лицо. Ну, то есть, например, продаете вы квартиру, есть у вас автомобильный штраф. Пока вы его не заплатите, этот автомобильный штраф, вы квартиру продать не сможете. Ну, или там, если у вас есть ПМЖ, ВНЖ или вы гражданин Болгарии, и у вас есть задолжение за, ну, задолженности за страховые какие-то, вот здравно-касса, так называемые, то же самое. Вот, поэтому сейчас с точки зрения подготовки документов к продаже чуть сложнее стало. То есть, если у продавца есть такие моменты, ему сначала надо все заплатить. Вот, то есть, таким образом, видимо, государство защищает себя от каких-то неуплаченных штрафов, долгов там и прочее, прочее. Чтобы не было такого, что человек продал недвижимость, уехал куда-то к себе там в свою страну, а здесь у него долги остались. То есть, такая вот история. По идее, это как-то не должно повлиять на сроки подготовки сделки. Просто у продавцов теперь чуть больше ответственности. Ну, и также, друзья, вы, наверное, знаете, что сейчас активно обсуждается вопрос вхождения Болгарии в еврозону. То есть, Болгария давно в Евросоюзе. Вот, чтобы не путались люди. Болгария давно в Евросоюзе. Теперь она с этого года, с начала этого года в шенгенской зоне. И ожидается в следующем году вхождение в еврозону. Как бы кто ни противился, далеко не все этому рады. Я, кстати, тоже не в восторге, но нас никто не спрашивает. Вот, то есть, что же там говорить-то? Кто мы такие здесь вообще, чтобы нас спрашивали? Я вам вообще в принципе говорю, что людей не спрашивает никто, кто там чего хочет. Кто-то за, кто-то против. Вот, но это уже практически вопрос решенный. То есть, что в следующем году, там, ну, скорее всего, с марта Болгария войдет в еврозону. Значит, здесь будет валюта евро. И по опыту других стран многие ожидают, что здесь сразу вырастут цены на все. Ну, то есть, условно говоря, как говорят, на следующее утро просыпаешься, все на 10-15% дороже. Но, скорее всего, это будет более поступательный рост, опять же. Я не думаю, что вот так вот скачкообразно все подорожает. И, то есть, будет первое время ходить и болгарские левы будут ходить в обороте, и евро. Вот. Как это отразится на той же стоимости недвижимости в долгосрочной перспективе? Трудно сказать, но все ожидают роста. Есть, правда, такие люди, которые говорят, что наоборот, потом замедлится рост. Вот. Потому что, как бы, инфляция будет общая по еврозоне меньше. И что ипотеки, возможно, будут не такими доступными. Может быть так. Но все равно все ожидают роста цен. Поживем, увидим. Я склоняюсь все равно, что будет рост в следующем году так же. Кстати, если вы помните, 9 месяцев назад, в прошлом году, в августе, по-моему, я выкладывал видео на канал, в котором прогнозировал, что к следующему лету, то есть к этому, к лету 2024 года, цена на недвижимость в Банско вырастут на 10-15%. Ну, и, наверное, уже сейчас можно констатировать, что это уже случилось. По сравнению с прошлым августом, местами даже, ну, местами меньше выросло, местами больше выросло. Есть где-то на 20% что-то подорожало. А в среднем, да, наверное, так оно и вышло на 10-15%. Все подорожало уже. Кто-то ожидает, что к осени подорожает еще. Вот традиционно пройдет год с момента того видео, в августе сделаем еще одно такого же аналитическое видео по перспективам и по оценке текущей ситуации. Кстати, видите вот этот вот дом? Этот дом сейчас достраивают. И несколько моих клиентов забронировали там квартиры. И я, кстати, тоже. Уж очень мне нравится расположение этого дома. Верхняя часть, Банска, около леса. Очень мало домов. Да, может, и вообще нет домов в таких местах. Правда, там, говорят, тоже будет спа-центр, что-то такое. Такса 7 евро якобы будет. Не знаю. Ну, меня устроят в любом случае как жилой дом и как комплекс. Но вероятнее все-таки это будет жилой дом. Хотя, не знаю. Застройщики сами пока не знают, можно сказать так. Вот. Сейчас вечерок. Теплеет начало наконец-то у нас. Май был дождливый. Ну, а так все пока, друзья, по новостям. Это, в общем-то, видео такого характера, типа, я на связи, не пропадаю. Видео выходного дня, я бы сказал. Сегодня реально у меня почивка, как говорится. Суббота, сейчас в Болгарии долгие три дня выходных. И так совпало, что и у меня тоже выходные. А это, друзья, далеко не всегда бывает. Потому что обычно я уже привык суббота, воскресенье, как рабочие дни уже. И тут у меня вдруг выходные. Это реально классно. Я так себя прекрасно чувствую. И, кстати, еще хотел сказать, что все-таки, наверное, буду заниматься я также арендой недвижимости. То есть у меня многие клиенты, кто покупает апартаменты, хотят их сдавать в аренду. Я арендой не занимался. И вот буквально совсем недавно все-таки решил это направление развивать тоже. Также буду брать апартаменты в управление. То есть так, чтобы, если вы хотите, например, купить как инвестицию апартамент, сделать вложение, издавать вашу квартиру в аренду, я вам могу помочь сделать и то, и другое. То есть будем брать и в управление. Есть, благо, такая небольшая, но дружная команда. Вот. И будем управлять, сдавать вашу квартиру, если хотите. Ох, друзья, какая красота. Кстати, да, вот скоро июнь. В июне у нас Nomad Fest. Съедутся всякие айтишники, стартаперы, инвесторы, спикеры разные. Будет здесь айтишная движуха почти весь июнь. Вот на фоне вот этих красот. Они совмещают так приятное с полезным. Уже, в принципе, с видео можно закругляться, но я что-то не хочу уходить с этой крыши. Мне здесь так нравится. Такие здесь виды. Кстати, в этом доме продается квартира. Большая, трехкомнатная. С огромной южной террасой. Я ее в телеграм-канале сегодня в своем выложил. Она 145 метров общая площадь. Чисто застроенная 123. Большая квартира с двумя спальнями, с двумя снузлами. С огромной террасой, с камином. Если кому интересно, переходите по ссылке в мой телеграм-канал. Вы там ее найдете. Вот в таком месте квартира. В таком месте дом. Друзья, и знаю, что у вас, в принципе, по-прежнему много вопросов. Потому что всегда есть люди новые, которые из Банска почти не знакомы. Хотят что-то узнать, что-то спросить. Не стесняйтесь, пишите в комментариях к видео все ваши вопросы, какие есть. Но сделаем так, что просто в одном из следующих видео я накоплю вопросы и все вопросы разберем. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Потому что индивидуально, вот так вот, в личные сообщения по телефону сейчас не всегда есть возможность проконсультировать и ответить на вопросы. Пишите. Спасибо еще раз, что смотрите канал, что подписываетесь. Постараюсь выходить в эфир чаще, снимать больше видео. Увидимся с вами в новых видео и на канале, и в Банска обязательно увидимся. Всем хорошего настроения, всем всего самого лучшего. Пока.